Здравствуйте! Сегодня среда, 16 сентября. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство банкир.ру. В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных новостях. В экономическом календаре среды можно выделить публикацию в Великобритании данных по рынку труда, включающих в себя количество заявлений на получение пособий по безработице, динамику заявок на трудоустройство, изменение числа занятых, уровень безработицы в стране, предыдущий показатель 5,6%, а также изменение уровня среднего заработка и недельной оплаты труда. Кроме того, сегодня же пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции и состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Другими весьма важными показателями станут канадский отчет по объему производственных поставок и объему операций с иностранными ценными бумагами за июль, а также динамика индексов потребительских цен за август в США. Среди прочих экономических новостей, Новая Зеландия опубликовала к этому часу сальдо расчетного счета платежного баланса за второй квартал текущего года и соотношение дефицита баланса к объему квартального ВВП. Австралия представила индексы ведущих экономических индикаторов за август. Япония в эти минуты отчитывается по динамике объема заказов на оборудование, а Банк Японии обнародовал свой ежемесячный отчет по ситуации в мировой экономике. Еврозона в ходе сегодняшних торгов опубликует индексы потребительских цен за август и изменение уровня себестоимости рабочей силы за второй квартал. В американской статистике среды будут представлены июльская динамика объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, индекс ипотечного кредитования за сентябрь, сентябрьский индекс по рынку жилья, а также данные по объемам запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. Вчерашние торги на валютном рынке проходили в атмосфере нервного ожидания. Начинающееся в среду двухдневное заседание ФРС по ставкам оказывало сильнейшее давление на настроение игроков. Крупные инвесторы начали заблаговременно сокращать позиции по евро, поскольку факторы неопределенности очень сильны. Во-первых, мало кто вообще хотел бы рисковать, открывая новые позиции в преддверии заседания ФРС. Во-вторых, в такой ситуации реакция на публикуемые новости могла бы быть совершенно непредсказуемой и, соответственно, сдвигать рынок в любую сторону. По существу именно так и произошло. Вторник был первым днем на этой неделе по-настоящему наполненным важной макроэкономической статистикой. Публикованные показатели по еврозоне оказались смешанными. По данным Европейского центра экономических исследований Института ЗЭФ, Экономические настроения в Германии упали с 25 пунктов до 12,1 пунктов. Однако оценка текущей ситуации превзошла и ожидания, и предыдущий результат, составив 67,5 пунктов. Кроме того, баланс внешней торговли за июль по еврозоне показал увеличение профицита до рекордного максимума, благодаря росту экспорта за счет снижения курсовой стоимости евро. Объем профицита за месяц составил 22,4 млрд евро против предыдущего значения 21,9 млрд. А показатель с начала года достиг уровня 31,4 млрд при прогнозе 26,4 млрд. На этом довольно позитивном европейском фоне американская статистика продемонстрировала весьма слабые показатели. Падение розничных продаж до уровня 0,2% против предыдущего роста 0,7%, а также снижение объемов промышленного производства до минус 0,4% против предыдущего роста плюс 0,9%. Тем не менее, рынок проигнорировал и европейский позитив, и американский негатив, и вопреки логике развернул курс единой валюты на снижение. Впрочем, снижение оказалось довольно умеренным, и пройдя от азиатского максимума 1,1328 всего лишь 70 пунктов, евро-доллар зафиксировал закрытие торгов на ценовом уровне 1,1268. В нашем прогнозе на среду предполагаем завершение коррекционного снижения пары и разворот курса единой европейской валюты на подъем к целевым уровням 1,1286, 1,1331, 1,1373, 1,14 и выше. По данным вчерашней статистики, темпы годовой инфляции в Великобритании упали в августе до нулевого уровня из-за снижения цен на энергоресурсы. Таким образом, небольшой рост инфляции в июле не подтвердился дальнейшей динамикой показателей и был полностью нивелирован Россия в шансы на более раннее повышение процентных ставок Банком Англии. Покупатели были разочарованы и отреагировали на статистику массовой фиксации прибыли и закрытием сделок на покупку британской валюты. Курс пары на этом фоне начал снижаться и к началу американской сессии достиг уровня 1,5328, вблизи которого и завершил дневную торговлю. Таким образом, фунт-доллар возобновил нисходящую коррекцию пары и, вероятно, продолжит ее сегодня, впрочем, в довольно умеренном диапазоне. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем завершение коррекционного снижения и разворот курса британской валюты на подъем к целевым уровням 1,5387, 1,54, 1,5434 и 1,5474. Если этот уровень 1,5474 будет пробит, а котировкам валюты удастся закрепиться над ним, подъем пары продолжится далее в направлении ключевого уровня сопротивления 1,55 и выше. В преддверии заседания ФРС по ставкам стоимость золота на вчерашних торгах возобновила снижение. При этом котировки металла еще более сузили диапазон торговли, сформировав ценовую динамику в границах 1109-1103 доллара за унцию. Давление на металл усиливается с каждым днем. Такое давно не наблюдалось на рынке. В последнее время цена золота сильно коррелировала с долларом, а падение американской валюты обычно приводило к росту котировок металла. Новая ситуация свидетельствует о том, что золото устойчиво дешевеет, несмотря на снижающийся доллар. Причина в ожиданиях решения ФРС по ставке. Если процентная ставка 17 сентября будет повышена, курс американской валюты резко вырастет, что приведет к падению стоимости драгоценных металлов. Инвесторы не желают рисковать, предпочитают дожидаться результатов, а пока сворачивают ранее открытые позиции по металлам. Таким образом, решение ФРС, вероятно, определит дальнейшую тенденцию по золоту, дав поддержку металлу в случае, если ФРС решит не повышать процентные ставки или, наоборот, уменьшив привлекательность золота в случае, если ставки будут повышены. Итогом вчерашней торговли стало незначительное снижение стоимости золота, курс которого подешевел на 3,81 доллара за унцию и на закрытии Комекс составил 1,105 долларов 8 центов. По состоянию на сегодняшнее утро, ближайшие краткосрочные сопротивления для золота по-прежнему проходят по линии недельного разворота – 1,111 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим ценовым уровням – 1,118 долларов, 1,123 долларов и 1,126 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота – 1,105 долларов. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням – 1,102, 1,097 и ниже. В нашем прогнозе на среду предполагаем первоначальное снижение металла, а затем разворот и рост стоимости золота к вышеназванным целевым уровнем сопротивления. Серебро на вчерашних торгах под влиянием тех же факторов демонстрировало довольно вялую торговлю в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 14,43 – 14,27 долларов за унцию. Положение металла в ходе торгов практически никак не изменилось и на закрытии торговой сессии вновь зафиксировало уровень предыдущего дня – 14,41 долларов за унцию. По состоянию на сегодняшнее утро, ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра расположилось на линии 55-дневной скользящей средней – 14,44 долларов – часовой таймфрейм. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше – к ценовым уровням 14,55 долларов, 14,64 долларов и 14,76 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра проходит по предыдущему локальному минимуму – 14,27 долларов. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее – к ключевому уровню 14,00 долларов за унцию и ниже. В нашем прогнозе по серебру ожидаем возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.